Мы приветствуем вас всех в нашем центре и сегодня речь пойдет о том, насколько работодателям выгодно принимать на работу самозанятых. Довольно актуальная тема, новая и не очень понятная, поэтому мы сейчас с вами будем разбираться в этом. Наш центр на рынке уже более 27 лет, в этом году мы отмечаем 28-летие и в нашем центре более 250 преподавателей, одним из которых являюсь я, Светлышева Ольга Юрьевна. Это мои регалии. Опыт работы я начинала с преподавания, затем ушла в HR, Human Resources, человеческие ресурсы, и стала заниматься управлением персоналом. Но перед этим я окончила годичные курсы при МГУ имени Ломоносова по направлению кадрового менеджмента. На сегодняшний день я консультирую, публикуюсь, преподаю, веду курсы по управлению персоналом и кадровые курсы. Мои контакты на экране, красным выделена моя почта. На сайте специалист.ру есть у каждого преподавателя своя страничка, у меня тоже есть, приходите. И в социальных сетях я также представлю, приходите, будем дружить. Это путеводитель по нашим курсам и то, о чем мы будем говорить сегодня, а именно об оформлении самозанятых. Вот об этом можно подробнее узнать, в том числе и об этом на пяти уровнях курса, который называется «Кадровая работа в современной организации». Эта схема есть у нас на нашем сайте, поэтому, кому интересно, пожалуйста, можете посмотреть. Вот первый уровень, второй, третий, четвертый и пятый уровень. И еще у нас есть курс, который называется «Право для работника кадровой службы». Там тоже мы об этом говорим. Кому будут полезны эти курсы и этот семинар? Тем, кто занимается кадровым делопроизводством, оформляет на работу работников. Менеджером по персоналу, начальником отдела кадров, директором по персоналу, HR-бизнес-партнером, руководителем организации, владельцем бизнеса, ну и всем, кто интересуется этой темой. По окончании наших курсов мы выдаем либо заверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Это так называемая дипломная программа. И для того, чтобы получить диплом, требуется пройти определенное количество курсов по направлению. И если кого-то интересуют эти вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы обязательно вам более подробно расскажем. Итак, какие вопросы мы сегодня будем с вами обсуждать? Мы выясним, кто такие самозанятые. Узнаем, как в России происходило решение издать федеральный закон о самозанятых. Также мы выясним, что происходит в других странах, есть ли у них такой статус самозанятых и как все это происходит. И, наконец, закончим эту тему тем самым вопросом, который задали вначале. Это выгодно ли работодателям принимать на работу самозанятых? Итак, вопрос первый. Кто же такие самозанятые? Совсем недавно, в 2018 году, был принят закон, который называется так, о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима, налог на профессиональный доход, в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. То есть это пока у нас эксперимент. И сегодня мы будем с вами говорить, ссылаясь именно на этот закон. Он будет у нас как базовый закон. Ну и плюс другие нормативные акты, которые также нам помогут разобраться в этой теме. Согласно этому закону, пункту 6 статьи 2, самозанятыми являются физические лица при применении специального налогового режима, занимающиеся видами деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход. Что это за налог, я сейчас тоже расскажу. Без государственной регистрации, то есть им не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Есть исключения, о них я тоже сейчас расскажу. Этими исключениями являются виды деятельности, ведения которых требуют обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Самозанятость означает владение собственным бизнесом и работа только на себя. Это могут быть оказание индивидуальных деловых и социальных услуг, риэлторская деятельность, посредничество, розничная продажа, маркетинговые исследования, программирование, независимое консультирование, деятельность на условиях франчайзинга и другие направления деятельности. Также самозанятость заключается в самостоятельном обеспечении своих жизненных потребностей, например, художник, писатель, фенеслик и так далее. Но есть и исключения из правил. Есть виды деятельности, которыми самозанятый не может заниматься. О них можно прочитать в пункте 2 статьи 4 Федерального закона 422, о котором я вам говорила. Здесь много всего. Это я просто цитаты из закона сделала. Такую схему. Поскольку эта презентация есть у вас в личном кабинете и также она еще будет рассылаться, то все, кто зарегистрировался в личном кабинете, могут скачать эту презентацию и посмотреть более внимательно. Либо можете зайти в интернете, найти этот закон и посмотреть подробно, что там написано. Но если кратко говорить, то самозанятые не могут заниматься оптовой или розничной торговлей чужих товаров, только свои, что сделал, то и продал. Они не могут работать по агентскому договору, не могут добывать полезные ископаемые, не могут торговать под акцизными товарами, а также товарами, которые подлежат обязательно маркировке. Например, алкоголь, табачная продукция, лекарства, ну и все товары, которые будут маркироваться начиная с 2019 года. И не могут быть самозанятыми те, у кого планируются работники, то есть тот, кто хочет нанять своих работников. Итак, кто же может быть самозанятым? Это любое физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который зарегистрировался онлайн. Для этого нужно скачать на официальном сайте Федеральной налоговой службы приложение «Мой налог». Вот на картинке нарисовано. И войти в личный кабинет. Получить логин и пароль можно в территориальном налоговом органе. И веб-версия личного кабинета для самозанятого также доступна на сайте Федеральной налоговой службы. Какие же ставки предполагаются? Налог по льготным ставкам. Это 6,4%. 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом не платят страховые взносы. И 4% с доходов от физических лиц. Переходим ко второму вопросу. Мы выяснили, кто такие самозанятые. Теперь вопрос в том, а как это все развивалось в России и вообще откуда это пошло. С 2015 года, по данным Росстата, 12 миллионов россиян трудоспособного возраста официально нигде не были трудоустроены. Это только официальная статистика. И Минэкономия развития предложила ввести с 1 января 2015 года закон о введении особой патентной системы для предпринимателей без наемных работников. То есть те же самые самозанятые, но назывались они предприниматели без наемных работников и предполагалось, что будут работать по патенту. В конце 2016 года правительство выделило категорию граждан, которые получали доходы без трудоустройства и без привлечения наемного труда. И вот тогда впервые появился термин «самозанятые». В нее вошли те, кто не являлся индивидуальными предпринимателями, но так или иначе получал деньги. Например, сдавал жилье, оказывал услуги на дому, выполнял работу по заказам физических и юридических лиц. Самозанятые граждане не платили никаких налогов, получали доход, оставаясь в тени. То есть это такой теневой бизнес был. Чтобы вывести его из тени, приняли федеральный закон 422-й по эксперименту, который проводится с 1 января нынешнего года и будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно. Пока это еще все в стадии эксперимента по желанию. По состоянию на 20 февраля 2019 года просто эту информацию представил, официально представил глава Минфина Антон Силанов. Поэтому вот на эту дату могу вам сказать. Личные кабинеты в качестве самозанятых уже оформили 30 тысяч человек и планируется до конца нынешнего года количество официально оформленных самозанятых, что оно увеличится до 200 тысяч человек. Ну а к концу 2024 года до 2,4 миллиона. Это вот по данным главы Минфина Антона Силанова. Что же в других странах происходит? В 70-80-х годах прошлого века другие страны уже думали о том, в частности европейские страны, они уже думали о том, что делать с самозанятыми, как это все оформить. И стратегической целью этих программ было то, чтобы безработным оказать определенные услуги, помощь для того, чтобы они уже могли самостоятельно добывать себя пропитанием. И к середине 80-х годов сходные программы были применены уже в 17 странах. Кому интересно, тоже можете более подробно об этом узнать. Вот есть такая таблица. Здесь представлены 4 страны. Это Франция, Великобритания и Германия. В основном эти программы были направлены на безработных. Но вот обратите внимание, в Германии все желающие сюда включались. И безработные, и инвалиды, и так далее. То есть было бы желание. Требования к претендентам тоже были примерно одинаковые. Самое главное, чтобы они приставили бизнес-план, чтобы они понимали, чем они будут заниматься. Условия оказания помощи. Здесь практически все страны идут по пути оказания услуг по консультированию бизнеса, обучению и финансовой помощи. Вот такую помощь они оказывают. И наконец, по результатам, уже в 1985 году во Франции в программе самозанятости было вовлечено около 5% безработных. Ну и начиная с этого года, вот в Великобритании в течение 6 лет с 1983 по 1989 год тоже 5% участвовало. И на сегодняшний день у них, мы видим, что, допустим, в Испании ежегодно участвуют в программе, 84% участников создают свои ИП. ИП – это индивидуальный предприниматель на условиях самозанятости. Это не наш индивидуальный предприниматель, да, вот не в нашем понимании, в российском, а именно на условиях самозанятости. И переходим к четвертому вопросу. Выгодно ли работодателям принимать на работу самозанятые? Тут нужно разобраться. Дело в том, что как только работодатели узнали о том, что есть такая возможность, работникам платить, сами работники платят, да, 4% и все, а работодатели ничего не платят. Вот у многих возникли такие вот схемы финансовые в голове, что неплохо было бы нам работников перевести на самозанятость. И как все мило, работатели ни за что не платят, а работники там 4% всего отчисляют государством. Но все не так просто. Вот давайте вместе разберемся с вами и подумаем, что дороже вот эти вот финансовые схемы или все-таки работа в рамках закона. Для этого нам надо вспомнить, кто такие работники и работодатели. Согласно 20 статье Трудового кодекса, сторонами трудового договора являются работодатель, это физическое лицо, либо юридическое лицо организации, вступившее в трудовые отношения с работником. Физическим лицом может быть как просто физическое лицо, которое приглашает для помощи по хозяйству другого работника, либо индивидуальный предприниматель. А работник – это всегда физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Вот две стороны трудовых отношений. Далее. Вполне возможно, что среди наших работников могут оказаться самозанятые. Например, кто-то сдает квартиру в аренду, официально, либо что-то изобретает, пишет, статьи какие-то, выступает и так далее. Все это официально, естественно, делает. Но работодатель может не знать об этом. Он может знать и может и не знать. Потому что работник не обязан докладывать работодателю о том, что он еще и в свободное время занимается не просто хобби, а каким-то бизнесом. При расчете налога основной заработок не учитывается. Трудовой стаж по методу работы не прерывает. То есть это совершенно разные отношения. И при этом работодатель не несет дополнительной ответственности за то, что работник зарегистрирован как самозанятый. И работодатель не обязан контролировать свои временности, правильность отчислений по профессиональному налогу, по налогу по профессиональной деятельности. Это не задача работодателя, это задача самозанятого. Если самозанятый вступил или уже был в трудовых отношениях с работодателем, в этом случае он должен оплачивать налог как самозанятый отдельно, и работодатель к этому никакого отношения не имеет. И по основному месту работы работодатель будет отчислять ДФЛ, зарплаты работника, потому что работодатель является его налоговым агентом. Это обязанность работодателя. Теперь как будет это выглядеть с точки зрения схемы. Значит, платит самозанятый, если он работает еще и по трудовому договору. Как самозанятый он платит 4% либо 6%, а работодатель за этого работника примерно 30% отчисляет государству, это страховые взносы, и плюс, вернее, минус еще, да, 13% из заработной платы работника в счет ДФЛ. Обратите, пожалуйста, внимание, что договор с самозанятым отличается от трудового договора. Фактически это договор гражданско-правового характера. Я вам показала, вот сейчас на слайде покажу, особенности, чем отличается этот договор, и как можно понять, что это договор трудовой или гражданско-правового характера, самозанятый. Во-первых, название трудовой договор всегда называется трудовой договор. Договор самозанятых может называться по-разному. Например, договор об оказании услуг. Разные стороны. В трудовых отношениях работник и работодатель, в данных отношениях самозанятых, заказчик и исполнитель. Предметом договора может являться оказание консультативных услуг по вопросам подготовки судебных документов. Но ни в коем случае не трудовая функция, потому что трудовая функция – это признак трудовых отношений. В трудовых отношениях работодатель должен оплачивать заработную плату, выплачивать дважды в месяц. В отношениях самозанятых у нас нет понятия заработной платы. Есть такие понятия, как цена, сумма, вознаграждение, гонорар и так далее. И, наконец, обратите внимание, что в этом договоре самозанятых должно быть написано, что исполнитель применяет специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Ну и здесь вот еще один пункт. В случае снятия исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, он обязуется сообщить об этом заказчику письменно в течение трех дней с даты снятия с такого учета. Еще раз напоминаю, что это не трудовые отношения, поэтому в данном случае исполнитель обязан отчитываться перед заказчиком. Далее. Теперь сравниваем. Согласно 11 статье Трудового кодекса, трудовой договор и договор гражданского права характера – это разные договоры и в приоритете всегда трудовые отношения. А в 11 статье написано, что трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц, перечень лиц и, в частности, лица, работающие на основании договоров гражданского права характера. Это вот те самые договоры, о которых мы с вами говорили. Кроме того, в этой же статье, в статье 11, написано, что если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданского права договора, но впоследствии, и вот здесь раньше было написано «по решению суда» сейчас эту фразу убрали, поэтому это решение может принять и любой проверяющий, например, государственный инспектор труда. Но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. То есть, если работодатель увольняет работника своего, заключает с ним договор о простанстве права характера, то он нарушает, как минимум, Трудовой кодекс Российской Федерации, и не только Трудовой кодекс. Какие будут последствия, сейчас тоже расскажу. Значит, если нарушаются права работника, то согласно Кодексу об административных правонарушениях, это статья 5.20, работодатель обязан будет оплатить еще и штраф. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовое отношение между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа. И вот мы смотрим, что на юридических лиц до 100 тысяч рублей. За каждый, естественно, случай. Кроме того, опять возвращаемся к новому закону. У самозанятых это 422 федеральный закон, где сказано, что объект налогообложения признаются доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. И для целей настоящего федерального закона не признаются объектом. Вот это тоже очень важно, потому что, если мы это не учтем, тогда будет, опять же, нарушение. Не признаются, получаемые в рамках трудовых отношений. И я сразу перескочила между первым и восьмым пунктом. Там есть еще пункты, но сейчас нас интересует именно вот первый и восьмой. О доказании выполнения физическими лицами услуг по гражданскому правовому договору при условии, что заказчиками услуг работ выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодатели менее двух лет назад. То есть, если работодатель увольняет своего работника, он не может заключить договор с ним как самозанятым в течение двух лет. Через два года, пожалуйста. И работодатели, которые, опять же, вот эти вот схемы выстраивают финансы, они говорят, ну а почему бы нам тогда другую какое-нибудь юридическое лицо не задействовать, и пусть другое юридическое лицо с ним заключит договор услуг. Но это тоже может быть элементарно известно. Таким образом наше государство, в частности, финансовые службы, узнают об этом. Вот, обратите внимание, это чек, чек на самозанятого. Здесь фамилия, имя, отчество, ИНН, номинование, что она сделала. Ну, в данном случае, вот Анастасия Александровна, статью на сайт. И вот это вот столько-то стоит. Вот, обратите внимание, ИНН по этому номеру, идентификационному номеру налогоплательщика налогового органа может узнать о факте наличия этих отношений между работником и самозанятым гражданином. Если будут выявлены факты маскировки трудовых договоров другими видами оформления, то в этом случае еще и вступает в действие статья 54 с индексом 1 Налогового кодекса Российской Федерации. Что это означает? Это означает, что для работодателя будут достаточно серьезные последствия. Первое. Гражданско-правовые отношения переквалифицируют в трудовые отношения с первого дня работы. Это статья 11. И за все это время, естественно, работодатель обязан будет все выплатить работнику, то, что он недовыплатит. Второе. Отпускные. Поскольку с самозанятыми отпускные не платятся в отношении с самозанятыми, а работникам платятся, то надо будет оплатить еще и отпускные. Причем с процентами, согласно 236 статье Турдового кодекса. В рамках кодекса об административных правонарушениях 5.27 статья будет наложен штраф за нарушение трудового законодательства до 100 тысяч, помните, да? Далее. Согласно 54 статье с индексом 1 налогового кодекса обязательно надо начислить страховые взносы, которые не были уплачены с учетом пений и штрафов за это. Там достаточно крупные пения и штрафы. Ну и, наконец, есть еще 115-й федеральный закон от 07.08.2001, который называется «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Представляете, как все серьезно? Почему я об этом вспоминаю в законе? Потому что в пункте 11 статьи 7.2 этого закона говорится о том, что банки, например, да, они кредитная организация, если работодатель будет в большом количестве отчислять какую-то сломанную физические лица, могут заподозрить, что это перечисление незаконное и как-то связанное с терроризмом. И об этом кредитные организации и даже, если мы через почту по почте будем отправлять, организации федеральной почтовой связи должны сообщить, куда надо. А куда надо – это орган, который называют Федеральная служба по финансовому мониторингу. Таким образом, наличие большого количества платежей физлицам – это повод для блокировки счета юридического лица. То есть в один прекрасный день, и все заблокировано, все заморожено. Кстати, кроме блокирования, еще только понять, как замораживание счетов, и оно тоже в этом законе представлено. Что для самозанятых? Дело в том, что если самозанятого уволят и дальше с ним заключают договор о самозанятых, то есть трудовые отношения будут прекращены, то его организация не сможет переводить ему деньги. Помните, почему? Два года в течение двух лет нельзя, потому что это будет нарушение. Значит, какая-то другая организация будет переводить. Что это за организация – тоже непонятно. Будет переводить, не будет непонятно. И у самозанятых вот в этих отношениях нет никаких трудовых прав и гарантий. Ну, например, если он заболеет, ему никто не будет оплачивать листок нетрудоспособности. Оплачиваемый отпуска ему не предоставляется. Отпуска по беременности и родам по уходу с ребенком также не предоставляется. И страховые взносы в ПФР не оплачиваются. Это говорит о том, что когда он будет выходить на пенсию, страховых взносов нет, значит, и пенсия неизвестно, как будет она вообще назначаться. Итак, мы с вами посмотрели несколько вопросов. Мы выяснили, кто такие самозанятые. Мы выяснили, как самозанятость в России развивалась, в других странах. И, на мой взгляд, мы все-таки выяснили, выгнали работодателя принимать на работу самозанятых. Если остались какие-то вопросы, я сейчас, конечно же, на них отвечу. Но перед тем, как принимать какие-то решения работодателям, я бы рекомендовала внимательно изучить Трудовой кодекс, как минимум статью 20 и 11. Кодекс об административных правонарушениях, тоже как минимум статью 5.27. Ну и, конечно, Налоговый кодекс, как минимум статью 54.1. А также внимательно знакомиться с законом, аналогией 422-м федеральным законом. Ну и прийти на наши курсы. Еще раз напоминаю, что у нас есть курс «Кадровая работа временной организации. Несколько уровней». Это все отдельные курсы, можно отдельно брать. Ближайшую группу у нас планируется 25 марта 2019 года с 10 часов до 17 часов 10 минут, целый день. И происходить это все будет в учебном комплексе «Бауманский». Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте специалист.ру